Настоящий винегрет это отварные овощи Картофель, свекла, морковь Огурец соленый, а вот лук нужен сырой Заправляем солью, перцем, немного уксуса и растительное масло Наверняка мы сегодня увидим совершенно другие и, думаю, не менее интересные разновидности этого замечательного блюда Сейчас все увидим Итак, друзья, программа «Есть идея» начинается! Здравствуйте! Мы продолжаем цикл техно-идеи Имеется в виду, что сама программа становится более технологичной Давайте я познакомлю вас с нашими членами жюри, которые сегодня будут судить этот этап нашего конкурса Итак, в жюри Повар, известный всем повар уже благодаря нашей передаче Артем Бухановский, ваши аплодисменты Готовит много с умением, с огоньком Все это кушает наш замечательный диетолог Альбина Никитина, ваши аплодисменты И еще у нас в жюри есть один замечательный господин Алексей Ходусов Он является региональным менеджером региона Западная Сибирь Марок Дилонги, Кенвуд и Браун Ваши аплодисменты, друзья! Именно поэтому вот эта замечательная кухонная машина здесь у нас в зале Она является главным призом Кенвуд, английская компания, производитель бытовой кухонной техники Основан в 1947 году Верный помощник на кухне, красивый элемент интерьера и просто надежный инструмент для готовки Бытовые приборы смогут подчеркнуть изысканный вкус хозяина И облегчить ежедневные хлопоты по приготовлению еды Дизайн для жизни, ценность Кенвуд Секрет мой салатов, идеальный ровный кубик Я бы не смог так нарезать, если бы не кухонная машина Кенвуд Сенс Почувствуй себя настоящим шиповаром с кухонной машины Кенвуд Сенс Ну а конкурсанты, которые сражаются за этот главный приз У нас именитые участницы, кураторы и даже ведущие конкурса «Ордынка» Все поющие И мы прямо сейчас Мы прямо сейчас обязаны в этом увидеться Потому что девушки подготовили свои сольные выступления, визитные карточки И чтобы проявить себя, я приглашаю конкурсантку под номером один Невидимым, видимым нам с тобой По берегам, по венам, валами, рекой По мыслями, горгами, бросающим память Очевидными, но неприглядными Не ставшие ненаглядными Воспоминаниями тающих память С опахами по коже Разве такое возможно? С опахами И в губы врезалось имя С опахами по коже Все невозможно, сложно История целого мира Мира Невидимым, видимым нам с тобой По сердцу острой секирой тоской По городу, дорогам, растающим память И все это не отпускается И все это не отпускается Твой голос в мой дом возвращается Я пишу свой роман Не жалею Болею С опахами по коже Разве такое возможно? С опахами И в губы врезалось имя С опахами по коже Все невозможно, сложно История целого мира Вера Ты не снишься глазами в душ Я тебя не сожгу, не нарушу Я тебя не найду, не стану Спою тебя в небо лекану Ты не снишься глазами в душ Я тебя не сожгу, не нарушу Я тебя не найду, не стану Спою тебя в небо лекану С опахами по коже Разве такое возможно? С опахами И в губы врезалось имя С опахами по коже Все невозможно, сложно История целого мира Лера С опахами по коже Разве такое возможно? История целого мира Лера Лавс истории Лера Лавс истории Лера Визитка номер два Инна Калинина Слушаем Это солнце встает в огне Это счастье в каждом дне И любимые друзья Новосибирск Это ты и я Будильник разорвал тишину и ждет ответа Я открываю окно в городе это С утра на работу С утра на работу иду и улыбаюсь Сегодня прекрасный день Я наслаждаюсь Это солнце встает в огне Это счастье в каждом дне И любимые друзья Новосибирск Это ты и я Новосибирск Это ты и я На берегу сидеть Омского моря И наслаждаться звуками прибоя Родной Родной Любимый город Без сомнения Тебя Хочу Поздравить С днем рождения Это солнце встает в огне Это счастье в каждом дне Это счастье в каждом дне И любимые друзья Новосибирск Это ты и я Откройся чувствам Воспари над миром И посмотри Ну как же здесь красиво Светло вокруг И радужные лица Ну как же во все это не влюбиться Это солнце встает в огне Это счастье в каждом дне И любимые друзья Новосибирск Это ты и я Это солнце встает в огне Это счастье в каждом дне И любимые друзья Новосибирск Это ты и я Это ты и я Итак, визитка номер три Тамара Вяткина Встречайте Покатилась я по жизни До улыбки била Улыбаться стало проще Как я полюбила Полюбила непростого Весене обычный Даже как в хорошей сказке Все у нас прилично Ой, мама Я полюбила хулигана Весьма нервный он И на сердце рано Ой, внесся и отдали Только воднообразно Да он бандит По жизни мама Любить его опасно Вольный Наверное Ванный вес, как ветер И на сердце рано Обнётся и отдаёт только вот напрасно Да он бандит по жизни, мама, любить его опасно Хоть хотеть, хоть хулиган Хоть он станет инженером И его сердце не предан, для меня он самый первый Не волнуйся, мама, зря он моя награда Да мне не страшно ничего, когда бандит по ряду Ой, мама, я полюбила хулигана Весь манерный он и на сердце рано Улыбнётся и отдаёт только вот напрасно Да он бандит по жизни, мама, любить его опасно Ой, мама, я полюбила хулигана Ой, мама, любить его опасно Ой, мама, я полюбила хулигана Ой, мама, любить его опасно Итак, друзья, девушки спели замечательно Теперь посмотрим, как же здорово они готовят У нас главная тема сегодня винегрет, так она заявлена Вот эти замечательные кухонные машины должны помочь девушкам сделать всё быстро Скажите, девчонки, вы готовы для того, чтобы начать приготовление? Да? Тогда на счёт три они поехали выполнять работу Все вместе посчитаем Раз, два, три! Поехали! Так, ну что ж, наша замечательная жюри готова выставить оценки за вокальный номер, за визитную карточку И я так понял, что вы уже готовы Алексей, прошу Кто у нас был лучше? Общим решением мы отдаём балл участнице номер два Так, девушки, теперь ваша задача в двух словах осветить тонкости приготовления именно вашего рецепта В чем оригинальность твоего, дорогая моя Томочка, рецепта? Ты решила все-таки сделать свеклу отдельно, сначала залить ее маслом, чтобы она не окрасила весь винегрет. Ну, я люблю вообще, чтобы винегрет был именно красный, розовый. Ну, вот у меня бабушка всегда так делала. Он все равно будет розовый. Что-то бабушка будет смотреть программу, и чтобы не наказала, не наругала. Делаем, как бабушка учила. Нет, ну в этом есть великая сермяжная правда. Нет, все равно окрасится. Чем больше у нас будет трения, соприкосновение с другими продуктами, будет окрашивание сильнее. То есть сначала перемешать все-таки, а потом пить? Да, вот еще что необычного. Бабушка всегда добавляла чуть-чуть чеснока. Он как бы не чесночный салат, но вот нотка такая есть в нем. Ну ладно, так, так. Он не будет чесночный. Итак, третий номер у нас с чесноком и нерафинированным маслом. Здесь со слезами. На самом деле я позвонила маме и спросила, что мне, как приготовить. Можешь резать и рассказывать. Мама говорит, ты лучше лишнего ничего не клади. Но положи, говорит, сахар. Сахар обязательно чуть-чуть. Самое вкусное, если не положишь, вот это будет плохо. Самый дешевый усилитель вкуса. Да, совершенно верно. Это, я думаю, что будет классический рецепт. Максимально соблюдаем то, что написано. Помельче, да. Все понятно. Это был номер второй. Переходим к номеру первому. О, фигурное разрезание чеснока, друзья. Не, просто вот так, чтобы оно как соломочкой был длинный. Он тогда и не сильно, как бы на зубах скрипит, не оставляет. Вообще уже в инегрите чеснок. Это заправка. Ага. Говорят, серединку же вырезать надо. В чесноке? В заправку сейчас расскажет Наталья. Наташенька, ну-ка. В заправку входит оливковое масло, винный уксус, французская зернистая горчица, мед, чеснок. Ну, это вместо сахара, и, кстати, он даст сладость, некий аромат и пользу, самое главное. Так, ну что ж, выслушала уважаемая жюри кулинарные претензии, условно говоря, наших конкурсантов. Теперь ваша задача посовещаться немножечко, или ты уже готов объявите, чей рецепт тебе понравился больше всего. Все, берем, берем, берем. Будет один вопрос. А у меня еще отсутствие огурцов и капусты нету. Да, 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 вы уже поняли. У меня вопрос такой конкурсанту номер один. Вообще нормальную еду готовите, как все, нет, дома? Ману и кашу. А у меня еще вопрос. А еще я пеку чеченские пирожки, крутые вообще. И печеньки, чеченьки к чаю, да? Нет, чеченские пироги называются. Если честно, то, опять же, за оригинальность номер один у нас не будет ни огурцов, ни капусты. У вас оригинальная заправка для винегрета. Я не думаю, что каждый делает такую заправочку. Подожди, у меня тогда закономерный вопрос. Это винегрет вообще? Да, конечно. Винегрет это вообще набор овощей, скажем так. Имеющий определенный вкус. Вот и все. А, то есть он не связан с винегретом? У нас должен быть, как сказать, кисленький вкус, должен быть солюный вкус. А я надеюсь, мы и увидим в этом салате эти вкусы все. И так, да, за оригинальность опять был джайдбал номер один. Номер первый! Ю-ху! Так, скажите мне, уважаемые дамы, сколько осталось до того момента, когда будет готов винегрет, когда вы сможете его подавать? У меня выкладка. В принципе, уже практически. Практически готово. Друзья, представьте себе, с помощью машины измельчить все овощи. Вообще огонь. Вот, очень быстро и буквально несколько минут и мы уже подаем. Кенвуд, английская компания, производитель бытовой кухонной техники, основан в 1947 году. Верный помощник на кухне, красивый элемент интерьера и просто надежный инструмент для готовки. Бытовые приборы смогут подчеркнуть изысканный вкус хозяина и облегчить ежедневные хлопоты по приготовлению еды. Дизайн для жизни, ценность Кенвуд. Наблюдаю сейчас с аппетитом, как Наталья заправляет винегрет, который она готовит своей замечательной заправкой. Вижу, как Инна старается сдабривать зеленью. И готово, друзья, у нас есть готовое блюдо. Номер третий справился с заданием. Ну, у нас вот второй, это тоже уже готово? Да, уже уже сбылось. Второй стол готов. И, наконец, заканчивает сервировку своего блюда контрольного стол номер три, Наташенька. Ну, что ж, друзья, до того, как мы начнем дегустировать, у нас есть еще одно творческое задание нашим замечательным конкурсанткам. Я сейчас позволяю жюри выбрать название одной из песен, которую они выполнят вместе, акапельно, то есть без музыки, втроем обязательно. И, ну, это не идет в зачет, но между тем мы все-таки послушаем, как они исполняют. И это будет песня под названием... «Приходите в мой дом». Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощусь даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлугу, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг к другу И, конечно, еще мне захочется спеть Итак, друзья, приступаем к дегустации, можно пробовать Итак, жюри готовы высказаться, попробовали все три сорта салата Не салата, винегрета И с Альбины начинаем, агам Очень оригинальное блюдо Каждая хозяйка приготовит его по-своему И пусть повара пишут нам много рецептов, но мы изобретем какой-то пятый свой Факт Поэтому мои вкусовые рецепторы сыграли на блюде номер один Номер первый получает балл и выходит в отрыв Винегреты понравились всем, но так как я люблю чеснок И все-таки привкус чеснока, он был, действительно был привкус чеснока И мне понравился действительно Поэтому я отдаю номеру три Номер третий! Винегреты все съедобные были Вот начнем с этого, да? Что они были съедобные Это уже похвала, друзья Это уже хорошо Да, смотрите, давайте обо всех немножко быстренько, коротенько Салат номер один Нужно соблюсти прям четкую пропорцию, чтобы была и сладость, и кислота в меру Здесь преобладает прям явный, прям напористый вкус меда Вот сильно сладкий, да, вот Далее, два и три, скажем так, они практически одинаковые, да? Но у номера два салат более нежный получился, вот И сбалансировано было все, поэтому номер два за нежность этого салата Не люблю, когда мне приходится самому высказываться Но вы знаете как? Для меня, пожалуй, винегрет это не самое банальное блюдо И в этом смысле я понимаю, что номер первый сделал небанальный винегрет и получает мой балл Номер первый получает заветный фартук победителя этого тура Ю-ху! Мы сражаемся за главный приз, девочки и мальчики Хочется, конечно, чтобы он достался достойной Именно поэтому, друзья, в следующем туре будем решать, что будем готовить И, соответственно, кто выйдет победителем До новых встреч! С вами программа «Есть идеи» Увидимся! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!